Даша спрашивает, как организовать свадьбу для двоих, чтобы запомнился этот день? Хотим свадьбу на двоих, вот Лиана тоже вслед, вторит вслед Даши. Смотрите, девчонки, у нас были мероприятия для двоих, но, правда, знаете, интересно, как получилось. Ребята изначально к нам приходили, говорили, мы хотим свадьбу для двоих, мы хотим, чтобы у нас была церемония для двоих, потом, чтобы у нас был небольшой свадебный ужин для двоих и после этого фотосессия и больше ничего. Первая свадьба, как раз-таки для двоих, которая у нас была, она была действительно для двоих, действительно была церемония, ребята выезжали в лес, был регистратор, все это снималось на видео, после этого у них был такой небольшой пикник, они сажали дерево, то есть, ну, то есть, знаете, в легком таком формате была фотосессия, была видеосъемка и, в общем-то, все, ужина никакого не было. Еще одна свадьба для двоих у нас была, когда ребята изначально планировали, что они будут вдвоем, но потом, когда гости их узнали о том, что они планируют избежать поздравлений от гостей, гости говорят, ребят, вы как хотите, но мы на ваш свадебный ужин семейный придем, в любом случае вас поздравить. И они таки пришли на этот свадебный ужин, и вот я не знаю, кто оплачивал, честно говоря, этот ужин, возможно, гости сами оплачивали, но вот к вопросу, что все-таки есть настоящие друзья, которые говорят, нам без разницы, мы понимаем, что, может быть, вы там не хотите делать банкет какой-то там или еще что-то, но мы хотим вас поздравить, мы хотим подарить вам подарок, все-таки этот особенный день. Вот люди пришли, гости пришли, поздравили их, подарили им подарки, и вот даже они поужинали всем вместе. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Потом еще была свадьба для двоих, когда ребята заказали хороший такой номер гостиничный, собирались вместе, у них была фотосессия в этом хорошем гостиничном номере, дальше у них была прогулка, и они расписались в ЗАГСе, здесь уже никакой церемонии не было, они расписались в ЗАГСе, после ЗАГСе у них тоже была небольшая прогулка, и тоже был небольшой ужин. В общем-то, каких-то таких дополнительных моментов у них не было. Я знаю еще одну свадьбу для двоих, я даже как-то в одном видео рассказывала, но я считаю, что это абсолютно неправильная история. Тоже со мной поделились, кто же не рассказал про эту свадьбу, ну уже не помню, неважно. Суть была такая, что ребята решили отказаться от того, чтобы пригласить даже родителей, но тем не менее для себя они решили сделать такую полноценную свадьбу. Они пригласили ведущего, они пригласили там даже то ли группы, то ли музыканта какого-то, по-моему, музыканта, то ли скрипку, там что-то такое. И вот они сняли для себя даже ресторан, то есть закрыли ресторан для себя, для двоих, и вдвоем наслаждались тем, что ведущий там что-то проводил, музыкант что-то там играл. Поддерживаю ли я это? Ну, честно говоря, не особо. Мне кажется, что если уж вы решили делать, если уж вы решили заказать ведущего, ну по крайней мере родителей хотя бы, самых близких, да, вот как сделали ребята, вот свадьба была в июле месяце, хотя бы самых близких, там 5-7 человек пригласить можно, это не сильно съест ваш бюджет, но по крайней мере вы будете в окружении близких людей. Как сделать эту свадьбу особенно, если хочется для двоих? Ну, в любом случае, конечно, должна быть какая-то программа продуманная, то есть не может быть такого, что проснулись там, ну, будь как будет, да, как пойдет, так пойдет. То есть либо вы можете поехать куда-то в интересное место какое-то, вы можете там, опять же, посадить дерево, можете придумать какую-то историю, может быть, снимите какой-то там сюжетный лавстори, потом покажете своим гостям, вот как у нас это прошло все. То есть в любом случае должен быть какой-то сюжет, если вы планируете делать свадьбу только для двоих, чтобы, ну, запомнить это дело, чтобы это не прошло, знаете, как очередной там день из 365 дней в году.